рада приветствовать вас на своем канале сегодня будет видео о итогах мая будет оно конечно не таким большим как предыдущее видео о итогах сразу четырех месяцев но я надеюсь что и в этом видео вы найдете для себя интересные работы по крайней мере мне май понравился месяц был довольно разнообразным было как вышивка крестиком вышивка бисером также это видите ли вышивка лентами так что месяц получился разнообразным интересным рукодельном плане и давайте сейчас буду вам о нем рассказывать сейчас вы видите перед собой обложки некоторых наборов которые я вышивала не всех потому что что-то я уже выбросила кроме того по моему основному процессу которые вышиваю у меня обложки нету так как вышиваю по схеме скачаны из интернета и вот эти вот небольшие работы которые вы видите перед собой это как раз такие отдыхалочки на которые я отвлекалась своего основного процесса но о нем мы поговорим уже ближе к концу видео давайте сейчас начнем с этих небольших работ и начать показ готовых работ я хочу такого интересного дизайна от торговой марки моречка это набор для вышивки лентами был набор ведь называется в ее саду здесь у меня уже ничего нету так как работа готова обычно вот такие небольшие процессы я беру в работу и стараюсь их завершить за месяц и вам готовый результат то что у меня получилось вот такая вот красота прелесть так вот поверну к цвету и чтобы красиво было видно личико это наверное подложить под низ и показывать вам поближе я люблю вышивать лентами и стараюсь чтобы хотя бы одна работа в год у меня была вышита приятное такое отвлечение от крестика от бисера вышивается быстро вышивается интересно и получается вот такой вот красивый объемный результат за непродолжительное время обычно стараюсь выбирать какие-то наборы чтобы в них были новые техники так как лентами я не так много еще вышивала и каждый раз какие-то новые стежки попадаются мне в наборах на этой работе и впервые пробовала плести корзинку из лент вот такая вот красивая корзинка получилось придется она очень быстро интересно так захватывающе и получается прям как настоящая картинка смотрите как красиво и кроме того я впервые делала лэйзи дэйзи лентами чтобы получились такие красивые цветы и риса видео я рассказывала что я немного дополняла работу вот эти вот желтенькие штришки на ирисах их не было в дизайне рассмотрела такие дополнения другом дизайне от морички и мне захотелось попробовать это и на данной работе очень довольна тем как получилось и рис и получились более настоящие более живые сейчас как раз период активного цветения ирисов люблю эти цветы они такие нежные и каждый раз проходя мимо с тимофеем мы всегда останавливаемся любуемся нюхаем цветы и да там есть вот такие вот не знаю даже как сказать такие как махринки как раз эти штрихи придают реалистичности данным цветам если вы еще никогда не пробовали вышивать лентами можете посмотреть это видео я там показываю некоторые нюансы как закрепляю ленту на игле как ввожу в работу новую ленту что делаю потом и кроме того выполняю некоторые стежки вместе с вами специально оставляла немного работы чтобы повышевать на камеру чтобы мои зрители могли убедиться что это выживается все очень просто такой вот красивый сюжет красивая девушка показывала также видео еще две работы в пару которым вышита была и эта третья девушка меня получился такой своеобразный красивый триктих из трех девушек каждая по-своему интересно каждая по-своему красиво у каждой девушки есть какие-то дополнения в виде бусин мне очень нравится эти бусины насколько они преобразили работу и дополнительно как ленты придали ей объем я конечно не считаю себя специалистом вышивки лентами я еще не так много вышила дизайнов кроме того такие вот наборы от морички чем они удобны что здесь есть нанесенный принт и на самом принте есть обозначение что где вышивать вот можете посмотреть внизу такой вот ключик дан то есть цветные обозначения где какие полосочки то есть какой шов делать все очень понятно и эти дизайны разработки от морички чем не привлекают тем что это вариант для начинающих тех кто хотят попробовать кто еще никогда не вышивал я конечно засматриваясь на работы мастериц которые умеют на пустом фоне создать красоту лентами которые сами придумывают что и где будет находиться особенно мне нравится где ленты помимо прочего еще и дополнительно тонируют придавая розам кажется совсем эффект настоящих таких цветов но мне до этого еще далеко я пока только тренируюсь на наборах от морички нравится их разработки нравится то что все понятно все легко и даже если вы ни разу не вышивали лентами то я думаю здесь сможет разобраться каждый свои видео я стараюсь снимать от обзора набора то готовой работы так что если вам интересно как все это выглядело до того как были вышиты ленты можете посмотреть в том видео ссылочку я оставлю возможно вы вдохновитесь также на вышивку лентами но у меня вот такая вот готовая работа вышивала я ее в сп юлей творчество райский сад оставлю ссылку на приглашение юля делает интересные отчеты каждый месяц о готовых работах о продвижениях огромная работа люблю когда организаторы действительно следят за своими сп они так что организовали и делайте что хотите и наконец-то в мае у меня есть для отчета как хорошая готовая работа красавица красавица не могу на нее любоваться нравится и принт хорошо нанесенный какое личико и вышивать было интересно здесь также есть вышивка мулине стебельчатым швом немало вышивается я наверное один вечер посвятила только вышивки мулине здесь также стебли роз вышиваются мулине но их не так сильно видно так как в дальнейшем закрылась это все уже лентами но немного видно и стебля такие вот пышные розочки есть у меня на канале отдельное видео как я делаю крученая роза и чем работы лента мне интересно их хочется рассматривать с разных ракурсов чтобы заглянуть чтобы увидеть всю красоту кроме того ленты посмотрите как красиво переливаются красота ну а теперь давайте покажу вам еще небольшие работы на которые я опять же отвлекалась от своего основного процесса ставлю вам отрывочек видео так как на данный момент у меня уже нету некоторых работ записывала его немного ранее специально для этого отчета давайте сейчас посмотрим на готовые работы от волшебной страны и потом покажу вам свой основной процесс ему сейчас кусочек видео для своего отчета за месяц так как в ближайшем будущем большинство из того что вы видите раздарится это шкатулки игольницы было у меня уже отдельное видео по аксессуарам от волшебной страны там я показывала две шкатулочки которые вышивала для себя такую вот шкатулку и еще шкатулочка с котиком и также показывала еще вот такую вот шкатулочку но в итогах за апрель ее вы не видели так как она в начале мая вышивалась и после этого как вы поняли по вот этой картинке что шкатулки от волшебной страны мне очень понравились я активно использую сейчас свои шкатулочки это этот маленькой планировала что она будет у меня мусорничка но сейчас здесь хранятся везде различные мелочи которые мне нужны для вышивки из своего основного процесса и рулетка и дополнительные иголочки она всегда находится со мной рядышком после меня стоит так что активно использую и также шкатулку органайзер также я использую единственное что я поменяла шкатулки то есть если раньше я для себя вышивала вот такую вот шкатулочку думала оставлю ее себе с домиком красивым чем она интересно что здесь есть маленький органайзер и также коробочка где можно хранить бисер ниточки в общем все что вам надо для процесса и вот так вот целый процесс находился у вас в коробке в дальнейшем когда я вышила другие шкатулки вот такую вот с синими цветами я вышивала для своей мамы мама у меня вышивает бисером и также вот такая вот шкатулочка лишним не будет маме также еще один такой органайзер мама тоже любит по многу процесса вышивать здесь на небольшое количество очень удобно и еще одна третья шкатулочка она уже потяжелее потому что я решила оставить себе именно эту шкатулку вы видите здесь у меня еще не разобран бисер от моего процесса я недавно вышивала покажу вам его тоже попозже здесь также не разобраны еще вещи надо раскладывать по своим местам ниточки небольшие ножнички сюда помещаются я оставить себе такую вот шкатулку с собачкой чтобы была пара к моему котику собачка и котик ну а шкатулку с домиком я подарю единственное что я рассказывала в своем видео что я неправильно сшила крышку то есть здесь вот надпись вот таким вот образом надо смотреть на крышечку мы переворачиваем видите здесь у меня рисунок перевернулся неправильно я решила поэтому шкатулке которую я буду дарить здесь я уже сшивала все правильно я просто поменяла местами вот эти вот подушечки то есть сама шкатулка моя это изначально единственное игольнички поменял тоже такой же органайзер как и во всех остальных одинаковый шаблон и эта работа будет вскоре подарена и если вот такие вот шкатулки можно вышить для себя можно вышить на подарок но рукодельные какой-нибудь подруги то есть тому кто вышивает то вот эти вот шкатулочки они более универсальны опять же вышивала вот эту шкатулку для мамы думали мусорничка будет ну не знаю как мама захочет ее использовать как мусорничку или будет также как и я для каких-нибудь мелочей использовать здесь у нас просто крышечка небольшая не глубокая хорошая шкатулочка еще одна такая же крупненькая и здесь я например набивала не очень сильно так как эта шкатулка будет ориться и в дальнейшем она не будет использоваться как игольничка поэтому ни к чему чтоб сильно выпирала здесь вот на маминой шкатулке игольницы вы видите насколько выше сама подушечка здесь я использовала полностью весь синтепон который был в наборе но здесь где-то половинку только взяла специально чтобы она сильно не выпирала такие вот красивые цветочки здесь такой же рисунок с этой стороны красивые шкатулочки и еще одна шкатулка квадратная как мой котик она более вместительная размера у них восемь с половиной по моему сантиметров и у круглых и у квадратных но за счет того что он квадратная она немного более вместительная чем круглые шкатулочки здесь такой же рисунок как она шкатулки с котиком здесь также я не очень сильно набивала так как она игольничкой не будет служить такие вот 5 шкатулочек у меня вышились в мае и покажу еще небольшие мелочи это магнитики еще вышила себе магниты показывала что вышивая по бумажным схемам магниты мне нужны иголочки держать и схемки держать но один набор я подарю один оставлю для себя один подарю и еще небольшие работы которые также вышились в этом месяце это браслеты это уже не новинки вышли они по моему осенью вышивала я осенью немало браслетов штук 6 или 7 наверно вышила вышивала для своих ребят себе два браслета вышила и также на подарок эти браслеты у меня тоже идут на подарки давайте покажу как выглядит такой вот красивый браслет красивые цвета яркие он отлично смотрится на руки я застегиваю на обе кнопки моей руки на обе мальчишки у меня муж и старший сын они застегивают на последние кнопки у них руки пошире поэтому они вот таким вот образом застегивают и они хорошо облегают руку мать тимофей у меня пока еще не сильно большой поэтому он я на своей руке так не застегну то есть он застегивает вообще вот таким вот образом сначала думала что я ему обрежу вот эти вот крайние кнопки не нужны а потом подумала что буквально годик два пройдет он тоже вырастет и ему нужно будет ширина полная поэтому не обрезала такой красивый вариант мне кажется подойдет под любую одежду так как здесь смотрите сколько много цветов и под джинсы какую-то кофточку еще такой более нежный более девочковый наверно тоже более девочковый хотя может и мальчику подойдет а своим ребятам я вышивала такие мне кажется более мини секс браслеты рисуночками интересно мне нравится как у артема на руке красиво браслет смотрится который я ему вышивала покажу вам как это все выглядит на руке цветов не так много рисунок повторяющийся поэтому легко запоминается и легко вышивать единственное что мне в этот раз почему-то сложно далась вышивка черный мулине как вы видите здесь много зашивки такие кнопки еще не раз работали поначалу надо аккуратно их расстегивать чтобы не вырвались так как то искусственная кожа она такая тоненькая не повырвать кнопки надо аккуратно расстегивать с обратной стороны изнанка закрывается отдельным кусочком тоже кульку сам искусственная кожа пришивается черным мулине и вот это вот как раз пришивание и вышивка черным так как вы видите здесь вот места это не пробелы то не черная основа здесь крестики вышиваются то есть полная идет зашивка но на браслете 900 чем-то крестиков здесь легко посчитать количество рядов столбиков и на этот раз почему-то тяжело мне это все далось не знаю или зрение упало надо наверно провериться кнопки магнитится к магнитам надо наверно зрение уже проверять как-то я думала когда вышивала шарик от ринкази на черной равномерке что это просто равномерка черная поэтому мне сложно вышиваются но повышевал браслеты что-то начала я замечать что тяжело дается такая вышивка и браслеты также будут подарены я тоже сейчас сегодня подарочки таким вот образом шкатулочка браслетик браслетик и шкатулочка для него где хранить такая вот красота все это все что касается такой вот мелочи а нет нет это еще не все забыла показать вам органайзер его я также показывала в видео с вышитыми рукодельными аксессуарами от волшебной страны но он тоже вышивался в начале мая видео он тут попал в итоге апреля не попал покажу его сейчас такой вот органайзер здесь и на искусственной кожи была уже перфорация нанесена в наборе были ниточки флт-11 заготовка из фанеры самого органайзера заготовка из кожи искусственной мулине ниточка для сшивания не волка все было наборе есть видео аксессуарах там у меня обзоры на такие наборы и на шкатулке есть обзоры и на такой вот органайзер и на многое другое на магнитике я там также показывала гниты которые вышивала ранее что кому интересно оставлю ссылку хотите смотреть навесила я здесь уже ниточки не знаю правда когда возьму за этот процесс для которого эти нитки предназначены и чем мне нравится такой вот органайзер нужно использовать не только как органайзер для навешивания ниток но и для парковки игл например 16 цвет если хотите припарковать он хорошо туда пролазит и получается такой органайзер парковушка еще не пробовала в работе посмотрю думаю мне понравится крайней мере то что можно будет иголочку парковать магнитами активно пользуюсь нитями а те что вышивались ранее шкатулка я вам показала также пользуюсь мне нравится довольно как вы видите по количеству того сколько я их вышила я можно догадаться что они мне понравились понравились настолько что хочется не только для себя но и для дорогих дня людей также вышить такие приятные мелочи покажу еще работы это уже вышивка писером снимала когда итоги за апрель так и думала что что-то я забыла показать а забыла показать вам две вазы которые были вышиты еще в апреле покажу их сейчас просто чтобы не забыть опять их показать здесь пока нету колбочек убрала чтобы неудобно показывать они выпадают так где наш красивый глубокий синий цвет мне так нравится вот это ваза вообще классно но себе я оставлю такой вот бежевую здесь мне нравится форма и в мае у меня вышилась еще одна вазочка вот такая вот ваза с розой есть отдельное видео я там рассказываю как креплю декоративную нить для сшивания в начале и в конце и так же как лакирую свои работы видите блестит деревяшечка такая красивая лакированная так что кому интересно ссылка выезжает и также будет в инфобоксе в принципе не так давно это было видео поэтому легко будет найти красивые вазы если по форме так если по орнаментам то лучше эту серединке здесь тоже конечно формы интересные но я рассказывала что люблю необычные формы это более такая как классическая форма для вазы а вот это мне приглянулось больше поэтому это вазочка остается у меня вот такая вот еще одна работа вышивка писером в этом месяце у меня было довольно много различных техник хотя и в апреле тоже единственное что я забыла их показать ну а теперь мой основной процесс это феечка от фирмы passion рекама называется фея цветения если я правильно перевела ее название показывала я уже данную работу в отчете за апрель начинала я ее вышивать весной вернее не начинала а возвращалась так как данную работу я начала еще в апреле месяца старта 2019 года вышла там совсем немного и процесс был на долгое время отложен и этой весной я наконец решила что пора к ней возвращаться хватит вам наверно смотреть уже на титульную страничку давайте покажу вам что у меня на данный момент уже вышито вышито у меня уже вот такая вот красота свою шкатулочку вот так вот было лучше видно немного я затянула со съемками данного видео так как хотела до вышивать юбку чтобы показать вам уже полностью готовую юбку видео отчете я показывала что у меня уже были очерчены и вот эти вот части платья так как вышивая по цветам у меня был вышит самый темный и мне оставалось заполнить их красными цветами кто смотрел предыдущее видео я там рассказывала что вышивается работа очень сложно очень долго и в большей части это моя вина так как в работе необходимо использовать металлик рейнбол гэллери на тот момент когда я начинала я еще не знала где купить это все для меня это все было темным лесом и я решилась сделать замену рейнбол гэллери на креник и подумав что если здесь вышивается у нас блендом давайте покажу вам как это все блестит красной части платья у нас три цвета вышивается блендом металлизированной ниточки и не тимулины и я решила раз это бленд то я возьму ниточку блендинг филамент но в процессе вышивки оказалось что одна нить мулине и ниточка блендинга не перекрывают крестик и мне не понравилось как получается поэтому я начала вышивать крест два сложения нити и поверху уже зашивать блендингом работа движется не очень двигалась не очень быстро так как приходилось делать двойную работу это конечно было утомительно когда целый вечер сидишь вышиваешь вышиваешь в итоге понимаешь что ты ничего совершенно не вышел посмотрите сколько здесь блеска буду вам вот так вот крутить работу чтобы лучше было видно как красиво получилось огромная обилие красного цвета от которого я быстро уставала плюс то что надо по два раза зашивать одно и то же причем цвета очень сильно похожи и порой выше в крестики я потом уже терялась где именно надо закрывать поверху приходилось заново искать по схеме эти крестики заново их вышивать ну в общем такой сложный процесс немного для меня зато вы посмотрите какой потрясающий эффект юбка огромная юбка красивая такая блестящая и также в мае я вышила белые части платья вернее вышила их не полностью на конец мая у меня была выше то вот этого часть и в этой части с был зашит металлик когда я завершила вышивать красные подол платья я уже воспряла духом что наконец-то наконец-то столько всего уже выше то и я надеялась что вот эти элементы у меня пойдут значительно быстрее так как здесь используется три цвета металлика и три цвета не тему лины золотистый плюс такой вот как мультикалор он переливается где-то красным зеленым синим цветом и также есть люрексовая ниточка кое-где она поплескивает но не так сильно заметно как другие цвета я думала что это будет вышиваться быстрее но я немного недооценила какой размер давайте относительно руки вам покажу то есть видите здесь вот на ладошку здесь на ладошку ну и плюс вот эту часть тоже зашивала довольно много поэтому работа двигалась не так быстро как я надеялась поэтому решила немного задержать свое видео чтобы показать вам уже полностью готовая часть платья и в начале июня дошивала этот участок еще немного вот так вот повожу камеры чтобы было видно как это все красиво блестит ниточка люрекса как-то не очень сильно переливается и совсем слабо видно но она там есть надо вынести ее на солнышко и на солнышке снять такие вот красивые узоры красивый блеск просто невероятно шикарное платье у меня еще немного вышито красавиц таких у меня вышито только одна миробилия там тоже конечно платье красивое шикарное но это это наверно будет самая большая девушка не уверена что в дальнейшем я смогу превзойти ее чем-то хотя как знать мне обычно нравится дизайн я даже не засматривая сколько там крестиков мне это неинтересно мне интересно то что мне нравится дизайн и я хочу все это заканчивается тем что когда берешься вышивать потом осознаешь ничего себе какая она огромная люблю красивые платья такое оно шашавенько из закринника чуть-чуть цепляются пальчики закринник как красиво блестит эта девушка конечно будет достойно только оформление под музейное стекло музейное стекло стоит у нас не дешево но и какую-то раму хочется сюда я даже не знаю какую-то какую-то очень красивую так что оформлена она наверное будет не скоро думаю оформление потянет на кругленькую сумму а у меня пока в последнее время только шапоголизм никак не могу оформить своих тигров которых тоже очень хочу но почему-то все деньги уходят на покупку новых наборов а не на оформление надо как-то останавливаться уже с нетерпением жду когда я доснимаю видео и перемотаю работу чтобы вышивать феечку дальше хочется посмотреть какое будет у нее личико вышивать еще конечно здесь немало давайте опять выведу вам на экран картинку посмотрите сколько еще предстоит мне вышить то есть еще будет вышиваться лифт платья ленты в руках у нее будет букет красивая прическа тело я хочу вышивать аппетитом поэтому здесь тоже придется немного повозиться ну и также в дальнейшем будут вышиваться огромные роскошные просто крылья посмотрите какие они красивые там будет использоваться два металлика зеленого цвета и также две золотистые ниточки для крыльев у меня уже куплен давайте покажу вам все эти украшательства цвета которые использовались на тех частях платья вот этот такой переливающийся сейчас хорошо нет фокуса зато видно сколько цветов в данной ниточке в принципе я находила себе замены в кренике этих цветов в дальнейшем племянница мне их привезла из Америки поэтому я решила раз есть такая возможность буду вышивать уже оригинальными ниточками которые идут по ключу и еще три цвета металлика такие вот два зеленых которые будут в крылышках один чуть светлее и потемнее этим цветом я уже вышивала видите здесь у меня припаркованная иголочка с остатком нитки и вышивается совсем немного вот эта вот волнистая линия между лепесточками по низу платья кроме того на крыльях еще необходимо очень много вот этого металлика а в ключе у нас указано что необходимо всего одна планшета все контуры крылья вышиваются вот этой золотистой ниточкой и я очень сомневаюсь что мне ее хватит поначалу я когда увидела что мне еще много надо выживать этим цветом а осталось совсем немного я расстроилась что придется отложить работу и какая была моя радость когда в папке где у меня лежат материалы для еще одной феечки от пассионного рекама королева феи которую я так же хотела начать в 19 году но так и не определилась на тот момент с основой там по ключу также необходим был вот этот металлик и у меня еще две катушечки есть так что моей радости не было предела потому что я забыла уже какие материалы нужны для той феи и что у меня там было так что рада что процесс не будет отложен все материалы у меня есть для этой работы так что буду вышивать ее и далее в работе еще будет использоваться бисер бисер мелхилл его я уже купила здесь будет в букете также в букете который она будет держать в руках в прическе также будут разбросанные лепесточки звездочки по фону но об этом всем уже я вам расскажу попозже не буду строить планов но конечно очень бы хотелось чтобы эта работа вскоре была завершена по сравнению с тем сколько было вышито на юбке думаю что верхняя часть работы будет поменьше середина дизайна приходится где-то на это место то есть большая часть у меня уже вышито сверху еще будет немного ну и даже если давайте вот так приложу вам листика 4 посмотрите какая огромная роскошная юбка не знаю успею ли я или нет в июне вышить ее но пока наверное не буду брать никаких мелочей на отвлечение надеюсь что я не устану от этой работы и смогу ее завершить без отвлечений так как если возьмусь отвлекаться на что-то тогда ее точно не успею завершить в июне а очень хотелось бы чтобы работа была уже готова работа натянута у меня на самую большую рамку от арабески не до конца я еще ее раздвигала чтобы можно было дотягиваться до всех деталей но практически полностью занимает самую большую раму натяжка у меня самодельная в принципе мне ее вполне хватает и как вы видите у меня совсем небольшие здесь поля но к сожалению что-то я второй раз ошибаюсь с определением основы вернее размеров основы в прошлом году я показывала миробилию свою розы прованса также там была такая проблема то что мало основы я оставила в принципе начинала я их все в апреле 2019 года и вот тогда допустила ошибку как на той работе так и на этой но когда я уже поняла что основы не так много переделывать что-то было уже поздно ну при оформлении придется дошивать края хотелось бы оформить работу без паспорту ну в общем до оформления еще далеко потом буду думать но края к сожалению у меня не очень большие это тот момент который немного меня расстраивает если у вас был опыт такого дополнения дошивания буду благодарна вам за советы как это правильно делать я не знаю здесь просто пристрочить зигзагом или как-то канбу склады ну в общем я пока не знаю я думаю постоянно но не знаю как правильно сделать какую правильно ткань пришить в общем такой есть у меня момент который не дает мне покоя когда я поняла что у меня не хватит основы и я постоянно думаю как потом это все оформлять как потом это все доделывать по низу здесь в принципе мне хватает основы вот это у меня стандартный отрез 50 на 70 и он слегка узковат еще один такой момент меня основа не по ключу и части платья они немного сливаются с фоном поэтому я еще думаю может стоить в данных местах где идет светлый цвет ближе к основе либо сделать бэкстич золотистой ниточкой так вот здесь вот по низу где идет золотистая ниточка она хорошо отделяет край платья либо взять вот этот самый такой темно-бежевый цвет и сделать в одну ниточку бэкстич по контуру пока еще не знаю наверное подумаю об этом попозже когда будет вышита вся работа и я смогу уже оценить видно или не видно эти края потому что так вот сейчас смотрю через камеру я вижу где именно заканчивается платье но вчера отставив работу от себя немного подальше мне кажется все таки слабовато видно и наверное надо очертить контуры как вы думаете стоит или не стоит я пока еще подумаю над этим но может быть сделаю такое дополнение ладно не буду надолго на этом останавливаться по работе будет отдельное видео когда она будет совершена снимала я некоторые эпизоды некоторые кусочки потом это все буду соединять и для тех кому будет интересно послушать впечатления послушать как у меня что было организовано основные моменты все там буду рассказывать более детально более подробно осталось только завершить работу чтобы смонтировать это видео и показать вам что касается готовых работ это все готовых работ и процессов и забыла показать вам в прошлом видео видео получалось с большим и не все я упомнила не все вам показала Но хочу все-таки исправиться в этом видео, передать огромный привет своей рукодельной фее, которая прислала мне эти чудесные подарочки. Ирочка, тебе огромный привет, еще раз огромное спасибо. Поэтому покажу вам сейчас, какие наборчики ко мне приехали. Вот такой вот набор шарик птицы я уже вышивала, но я вышивала по остаткам набора. Также по остаткам набора вышивала галочка Тавитюк, у меня вышит только один шарик, и Ирочка прислала нам еще один наборчик. Так что мы с Галей сможем вышить теперь по второму шарику, и будет у нас у каждой по два шарика. И еще вот такой вот наборчик с милыми котятами, и не только с милыми, и с такими насыпленными. У меня муж очень любит сфинксов, но пока я как-то не готова, наверное, к сфинксу. Мне больше нравятся пушистые, хотя шерсть, валяющаяся по всей квартире, порой очень достает. Но пока нет, пока не готова я к сфинксу. Это магнитики, думаю, все прекрасно знают этот набор, не раз его уже вышивали, и теперь у меня также есть такой наборчик, обязательно буду вышивать. Спасибо тебе еще раз огромное за милых котят. Котят много не бывает. Еще пополнились мои запасы вот такими двумя наборчиками. Ну вот, пожалуй, и все. Рассказала вам, показала, чем занималась в мае. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на готовые работы, и также на продвижение по моему основному процессу. Месяц получился, мне кажется, в рукодельном плане довольно интересным. Рада как продвижению своего основного процесса, такому, мне кажется, довольно хорошему продвижению. Также рада, что у меня есть готовые работы, пусть они и такие небольшие, но тем не менее, готовые работы, это всегда приятно, это всегда радостно. Они поднимают настроение и вдохновляют вышивать большие работы еще быстрее, еще большим азартом. В тот момент, когда я вышиваю небольшие работы, основной процесс у меня стоит на виду, и я как раз им любуюсь и вдохновляюсь опять вернуться. Появляется настроение его вышивать, я начинаю за ним скучать, и тогда работа движется после таких вот отвлечений, движется еще быстрее, с большим интересом, с большей любовью. Ну, на этом у меня, пожалуй, все. Не буду больше затягивать это видео. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ну, а я с вами не прощаюсь. До новых встреч!